Аккуратные стежки, несколько машинных строчек, даже совсем небольшое швейное изделие требует внимания и усидчивости. И даже в век высоких технологий умение держать в руках иголку с ниткой не теряет своей актуальности. Шить надо обязательно, потому что в магазине не всегда бывает одежда, которая идеально подходит. Где-то надо ушить, где-то наоборот надо выпустить ткань, если что-то там узко. Как-то под себя подогнать изделие и какую-то индивидуальность придать. Это очень хорошее творчество вообще для всех, для того, чтобы отключаться от нашей сложной действительности, уходить куда-то в мир творчества, фантазии, немножечко фантазировать, придумывать что-то свое. Простор для творчества есть в любой специальности, если дело по душе. В этом убедились зареченские школьники, участники игры в мире профессий. Профориентационный квест для семи-восьми классников прошел с патриотическим акцентом. Выбрали себе одну станцию, и на этой станции они узнали о профессии, о мирной профессии, но о ее роли, например, или в годы Великой Отечественной войны, или в современной армии, в современном мире. То есть на страже нашей Родины, как эта профессия стоит. Так как эта игра проходит в месячник военно-патриотический. Современные информационные технологии или швейное мастерство, парикмахерское искусство или журналистика. За час с небольшим ребята познакомились с теоретическими азами той или иной профессии и сразу же попробовали применить их на практике. Это или изделия у токарного станка, или какое-то швейное изделие, или они сделали прическу, как парикмахер военных лет, или это был репортаж какой-то о военных событиях. Игра в мире профессий – один из этапов традиционного ежегодного фестиваля «Провкомпас 21 век». Его задача – помочь школьникам сориентироваться и найти свою дорогу среди множества направлений деятельности. Я думаю, что в нашем возрасте мы уже представляем, что будет в будущем, но, конечно, интересно попробовать себя в новой профессии. Нередко после участия в игре ребята возвращаются в Центр образования и профессиональной ориентации, чтобы осваивать предложенные специальности более основательно. К нам приходят очень часто, очень много, вот бывает так, классами придут, понравится, что-то затянет. Кого-то затягивает фотографирование, кого-то именно работа в кадре, кого-то затягивает видеомонтаж, видеосъемка, операторское дело. У нас очень много направлений, и, кажется, сюда приходят и находят именно то, чем хочет заниматься. У нас очень много ребят поступает потом на факультеты журналистики, то есть не только у нас в Пензе, но и в Москву, в Питер. По итогам игры в мире профессий все команды получили сертификаты участников. Фестиваль «Профкомпас 21 век» продлится до конца учебного года. В его рамках запланированы единый день профориентации и профессиональные пробы, а также традиционный областной конкурс «Я – мастер». Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».